Луна – это небесное тело, которое находится ближе всего к нашей планете. Поэтому неудивительно, что с незапамятных времен взгляд астрономов был прикован к единственному естественному спутнику Земли. В наши дни современные технологии позволяют ученым изучать поверхность Луны издалека, и некоторые их находки по-настоящему ставят в тупик. Например, как насчет огромной и таинственной массы металла, которая совсем недавно была обнаружена в одном из лунных кратеров – гравитационная аномалия, массовая аномалия или просто масса. Это название, которое получил этот странный объект за последние несколько месяцев, ведь он был открыт в апреле 2019 года. На данный момент ученые пока не могут точно определить, откуда взялась эта масса неизвестного материала и что она такое. Но давайте начнем с самого начала. На обратной стороне Луны находится один из самых больших и древних кратеров Солнечной системы – бассейн Южный полюс Эйткен. К сожалению, с Земли можно увидеть только его край, который выглядит как горная цепь. Поэтому если вам захочется посмотреть на этот кратер целиком, вам придется хорошенько снарядиться и отправиться на Луну самим, но путешествие точно будет стоить потраченного времени. Вас наверняка поразит гигантский бассейн глубиной 8 километров и диаметром 2400 километров, который занимает почти четверть лунной поверхности. Астрономы считают, что этот кратер появился после того, как в Луну врезался астероид примерно 4 миллиарда лет назад. А теперь представьте огромный кусок металла размером со Ставропольский край, а его вес в килограммах, давайте скажем так, эта цифра с 17 нулями. Да, что бы это ни было, оно точно невероятно большое. Эта металлическая масса находится на глубине более 300 километров, где-то посередине бассейна Южный полюс, Эйткин. Ладно, если масса находится так глубоко под поверхностью Луны, как ученым удалось ее обнаружить. За это мы можем поблагодарить наши технологии. Миссия GRAIL – Gravity Recovery and Interior Laboratory – программа изучения гравитационного поля и внутреннего строения Луны. Собрала много данных о нашем спутнике, над которыми планетологам пришлось серьезно поломать голову. Именно тогда они обратили внимание на одну странность. В районе бассейна Южный полюс Эйткин они заметили серьезные изменения гравитации. После кропотливого изучения этого феномена ученые заключили, что на дне бассейна лежит что-то огромное и таинственное. Пока ученым не удалось определить происхождение этой загадочной массы, но существует несколько теорий. Одна из них гласит, что это глыба плотных оксидов, которая образовалась, когда Луна еще только приобретала свою современную форму. В те времена наш спутник был все еще покрыт древними океанами магмы, и эта огромная масса могла сформироваться на последних этапах охлаждения Луны. Однако большинство планетологов придерживаются теории, что эта масса была частью огромного космического тела, которое и стало причиной появления бассейна Южный полюс Эйткин. Так как эта масса состоит из металла, полагают, что это железоникелевое ядро астероида, который врезался в Луну несколько миллиардов лет назад. Как бы то ни было, Луна умеет хранить свои секреты, и ученые еще не пришли к окончательным выводам. Но очевидно одно – этот бассейн – замечательная естественная лаборатория, где ученые могут изучать последствия космических ударов. Эта аномальная масса может очень много нам рассказать об истории Луны и всей Вселенной. Но подождите, вы же не думаете, что огромная масса металла, которая прячется под поверхностью Луны, это единственная загадка нашего спутника? Вовсе нет, и сейчас я это докажу. Феномен, который занимает астрономов на протяжении десятилетий, а точнее с 1950-х годов – это случайные вспышки света, которые сходят с поверхности Луны. У них даже есть научное название – кратковременные лунные явления. У вспышек нет какой-то конкретной зависимости, и они носят абсолютно случайный характер. Иногда астрономы наблюдают их несколько раз в неделю, а иногда вспышки не появляются месяцами. Некоторые из них длятся всего пару минут, а другие могут гореть часами. Теории этого явления варьируются от лунотрясений и метеоритов до пришельцев. Но опять же, ответа на эту загадку пока нет. Хорошая новость заключается в том, что новый телескоп может пролить свет на происхождение этих вспышек. Он будет направлен на Луну круглосуточно и будет снимать видео и делать фотографии, как только феномен заявит о себе. Телескоп находится в обсерватории в Испании, потому что там климатические условия лучше всего подходят для наблюдения за Луной. Кстати, за день до того, как Аполлон-11 прилунился в 1969 году, пилот командного модуля Майкл Коллинз сообщил, что одна область Луны более ярко освещена, чем окружающий ее ландшафт. Он добавил, что это выглядело так, словно эта область светится сама по себе. Астронавты видели кратер и заметили, что область вокруг него слишком яркая. Возможно ли, что этот феномен имеет прямое отношение к лунным вспышкам? Ученые до сих пор не знают, как это объяснить. К слову об Аполлоне-11. У астронавтов возникли большие проблемы с лунным грунтом. Из-за своей уникальной текстуры и низкой лунной гравитацией он прилипал ко всему так, что повреждал стекло шлемов астронавтов и их обувь. Оказалось, что лунный грунт очень опасен для людей. Его частички очень острые, и если их вдохнуть, они могут навсегда повредить мозг и легкие. На Луне довольно часто происходят небольшие лунотрясения, и их причину тоже пока не удалось определить. Некоторые ученые полагают, что они происходят из-за притяжения Земли. Другие считают, что сейсмические вибрации возникают из-за движения лунной коры или падения метеоритов. Как бы то ни было, лунотрясения происходят на глубине нескольких километров под поверхностью и оставляют разломы и трещины, которые и обнаружили ученые. А вот еще один факт. На Луне, возможно, существует лабиринт из лавовых туннелей. Благодаря топографическим данным под лунной поверхностью, астрономы обнаружили большую пещеру. Примерно 50 километров в длину и 100 километров в ширину. Эта гигантская пещера могла стать результатом вулканической активности, которая имела место 3 миллиарда лет назад. Потоки лавы затвердели, создав снаружи твердую кору. Но внутри она продолжала течь, формируя туннели и пещеры. Бесчисленные отверстия на поверхности Луны, похоже, являются входами в подземные лабиринты. Если эта теория подтвердится, эти туннели могут стать отличным местом для базы пилотируемых миссий, а также источником воды для астронавтов. Если вы когда-нибудь окажетесь на Луне, вы тут же заметите, что ваша тень намного темнее, чем на Земле. Но в этом явлении нет ничего таинственного. На нашей планете атмосфера рассеивает свет таким образом, что даже объекты, которые не находятся под прямыми солнечными лучами, все равно остаются освещенными и видимыми. Но на Луне нет воздуха, поэтому тени там очень темные. Освещенные Солнцем участки очень яркие. А теперь не расстраивайтесь, но Луна покидает нас. Каждый год ее орбита отодвигается от нашей планеты на 4 сантиметра. При таком темпе через 500 миллионов лет Луна будет на 23 500 километров дальше от Земли, чем сейчас. На самом деле Луна не имеет форму шара. Да, когда вы смотрите на нее по ночам, она может так выглядеть. Но на самом деле Луна по форме больше напоминает яйцо. Ученые потратили годы, чтобы определить, какие силы привели к такому результату. Одна из теорий гласит, что центр тяжести Луны находится чуть ближе к Земле, чем ее геометрический центр, что могло привести к тому, что она растянулась до формы яйца. Или может ее просто отложила огромная курица? Наверное нет. И наконец, как вам такое? Некоторые ученые считают, что Луна – это не спутник Земли. Во-первых, размер Луны составляет примерно четверть размера нашей планеты, поэтому она слишком большая, чтобы быть нашим спутником. Во-вторых, неверно говорить, что Луна крутится вокруг Земли. Мы, как партнеры по танцу, кружимся вокруг друг друга. Но так как баритцентр, что в астрономии означает точку, вокруг которой крутятся небесные тела, находится на Земле, нам кажется, что Луна крутится вокруг нашей планеты. А вы знаете другие секреты, которые Луна прячет от нас? Напишите в комментариях, если вы сегодня узнали что-то новое для себя, поставьте этому видео лайк и поделитесь им с друзьями. Но не торопитесь пока лететь на Луну. На нашем канале есть еще 2000 других классных видео. Все, что вам нужно сделать, это перейти по ссылке слева или справа. Наслаждайтесь и присоединяйтесь к Эдми.